Олег Анастасиев Итак, в мессенджере каждый пользователь имеет какие-то чаты. Он может создать чат один на один с другим пользователем, а может сразу с несколькими. Очевидно, что средние пользователи активно участвуют только в ограниченном количестве чатов одновременно. По нашим данным на 5% активных чатов приходится 95% запросов. Основное, что хранят чаты, это сообщения. В большинстве случаев запрашивается не более 13 последних из них. Но эти цифры не работают, когда нужно получить последние сообщения в чатах для отображения вот тут в списке чатов. Эти сообщения маловероятно, что будут востребованы второй раз. В веб-клиенте таких сообщений нужно достать только для видимых чатов, а в мобильных для всех чатов, хранящихся на устройстве пользователя. Мы будем строить сервис для хранения сообщений, который сам по себе достаточно масштабный. Более полутрилиона сообщений в 5 миллиардах чатов. И эти все данные занимают около сотни, точнее более сотни терабайт без учета репликации. Будем строить высоконаруженный сервис, так интереснее. Более сотни тысяч чтений в секунду и всего 8 тысяч в секунду записей. Как любой современный мессенджер, нас также должен поддерживать полнотекстовый поиск. Вот тут можно ввести, что поискать и получить все чаты с найденными сообщениями. А это значит, сообщения нужно периодически обходить для индексирования. Ну и другие задачи, которые связаны с обходом и анализом полного набора данных, антиспам и прочее, прочее, прочее. Итак, наш сервис будет хранить приблизительно вот такие сообщения. Сами сообщения — это не только текст, но и какая-то другая структура. Здесь вот у меня есть ID чата, ID сообщения, которые я изобразил в виде времени, его написания. Автор сообщения, тип сообщения может быть, это может быть когда текстовое сообщение, это может быть видеозвонок, например. Какая-то левая подсистема может отметить сообщение как спам, у него есть текст, естественно, у него есть какие-то оттачи. То есть у нас получается вот приблизительно вот такая табличка. И этот наш сервис должен обслуживать следующие операции над этими сообщениями. Я не на ту кнопку нажал. И вот такие операции. GetMessages получает список последних сообщений пользователя. Передается, кто смотрит на сообщения, потому что для разных пользователей могут показываться разные сообщения ID чата и временной промежуток, по какой мы хотим увидеть сообщение. Это самая частая операция нашего сервиса. Это самая тяжелая операция нашего сервиса. Она получает последнее, самое свежее сообщение для данного пользователя, кто смотрит, по списку чатов. То есть в чат здесь передается целый большой-большой список ID чатов. Ну и естественно, как и любой сервис сообщений, наш должен поддерживать добавление нового сообщения в чат, поиск, про который я только что говорил, ну и индексацию. И давайте попробуем вот это все теперь реализовать с использованием современной микросервисной архитектуры, конечно. Итак, пользователи с мобилки или с веба, либо напрямую, либо через какие-то фронты, работают с нашим сервисом сообщений через наш любимый протокол, в котором реализована бизнес-логика. Данные же мы храним отдельно в отдельном постоянном хранилище, отказоустойчивом и надежном, конечно. И в принципе, ну и все, наверное, пора запускаться. Попробуем реализовать для начала самый частый запрос GetMessages. Для этого нам надо выполнить приблизительно вот такой запрос в базу данных. Есть только одна маленькая небольшая проблема. Таких запросов поступает более сотни тысяч в секунду. Есть некоторая нагрузка. Наш сервис ложится. Ну, что ж, масштабирование — это то, что мы умеем в микросервисах, правильно? Добавляем инстансов нашего сервиса и обнаруживаем, что нагрузка теперь у нас проваливается в базу. И теперь ложится она. Что дальше? Ну, мы можем либо масштабировать базу теперь, либо воспользоваться знанием, что 5% — это большинство запросов к нашему сервису. Будем кэшировать. Тем более в нашей базе данных есть кэш. Натурально. Но оказывается, что кэш часто использованных данных помогает немного. Оказывается, есть тонкости в других методах сервиса. Вызовы GetLastMessages и индексирование приводят к тому, что в кэш базы данных попадают записи, которые нам, в общем-то, не нужны. И вытесняют оттуда нужные нам, те, которые мы хотели бы видеть по GetMessages. Так как методы GetLastMessages и индексирование работают по значительно большему объему этих данных, чем GetMessages. То есть происходит замусоривание кэша ненужными сообщениями. То есть мы теперь либо должны на порядок увеличить количество памяти, расходованные под кэш базы данных, либо управлять кэшами явно из прикладного кода, помещая туда именно те сообщения, и тогда, когда это нужно приложению, вводим в систему Memcache, снимаем нагрузку с базы данных, при росте нагрузки можем масштабировать Memcache независимо. Вот мы, в принципе, пришли к типовой архитектуре, к которой чаще всего приходят многие в процессе построения нагруженного сервиса. Поэтому давайте проанализируем, какие тут могут быть потери. Итак, в первую очередь мы затрачиваем CPU на маршлинг и демаршлинг. Маршлинг — это процесс преобразования данных, хранящихся в оперативной памяти в формат, пригодный для хранения или передачи. Прикинем, где он происходит в нашей схеме. Сначала наша прикладная логика должна замаршлить запрос, передать его по сети на Memcache. Memcache его демаршлит, обрабатывает, маршлит ответ и передает назад прикладуху, прикладуха демаршлит его обратно. То же самое происходит на ноге с базой данных. Насколько здесь могут быть велики потери? Интуитивно кажется, что немного, наверное. Но тут есть недавно проведенные исследования, группа исследователей из Google и Stanford University. И вот здесь вот снизу есть ссылка на это исследование для интересующихся. Полезно почитать. Так вот, они замерили на одной из своих реальных продакшн-систем, и получилось, что на маршлинг и демаршлинг тратится до 85% дополнительной нагрузки на CPU, что приводит к почти 30% задержки дополнительной на медиане. Вторая проблема — это чрезмерные чтения и запись. Они возникают, когда приложение читает больше данных из Мемкэша, чем это действительно необходимо, и вносит дополнительные расходы по CPU или сети. В нашем примере с хранением последних 13 сообщений в Мемкэше для того, чтобы получить последнее сообщение каждого чата, нам пришлось бы прочитать все 13, которые мы храним в Кэше, стерилизовать, передать их по сети, стерилизовать на стране сервиса, отбросить 12 из них и оставить только одно самое свежее. Согласно тому же исследованию, если только 10%, если запись содержит только 10% реальных нужных данных, как у нас в данном случае приблизительно, то мы тратим почти в полтора раза больше CPU и в два раза больше сети, чем это действительно необходимо. Третья проблема — это сетевые задержки и затраты на передачу трафика. Тут мы теряем как время просто на факты удаленных походов на Мемкэш и базу данных, так и на время на передачу нужного объема данных в запросе и ответе. И мы тратим тем больше, чем больше у нас чрезмерные чтения или записи. Но самое плохое то, что эти потери растут прямо пропорционально количеству запросов в кэше или BD, которые нужно выполнить для обслуживания одного запроса от клиента. И вот это N может быть довольно большим, сильно зависит от креативности разработчика. В нашем же случае с получением последних сообщений чатов N может легко достигать десятков и даже сотен. Кто виноват? Разобрались. Теперь давайте разберемся, что с этим делать. Поскольку большинство нагрузки натурально попадает на Мемкэши и их связь с прикладной логикой, часто их и оптимизируют. Доходят до довольно экзотических вариантов. Допустим, я видел решения, связанные с попытками уменьшить расходы ЦПУ на маршлинг и демаршлинг, программируя сетевые карты таким образом, что контроллер сетевой карты занимается этим. Я видел попытки уменьшить сетевые задержки по строению Мемкэшей на инфраструктуре сетевых свечей. Очень много людей упарывается именно по оптимизации связи в Мемкэш-приложении. Но тут легко заметить, что большинство проблем возникает именно из-за факта удаленности необходимых данных от приложения. Так мы можем решить эти проблемы, просто двинув данные поближе к логике. Таким образом мы приходим к микросервису с состоянием. Микросервис с состоянием объединяет прикладную логику сервиса с кэшем в памяти одного и того же процесса. Это специализированный кэш. В нем реализуются операции, необходимые для прикладной логики. Это позволяет полностью избавиться от потерь, связанных с сетевыми задержками, потому что теперь между этими компонентами нет сети. Прикладной интерфейс встроенного кэша позволяет реализовать нужный функционал без чрезмерных чтений и записи. Теперь прикладная логика и кэш обмениваются данными в памяти одного процесса. И мы можем выбрать приемлемый для обоих формат данных, что позволяет полностью убрать или же сильно снизить затраты на маршлинг и демаршлинг. Совмещение же базы данных в одном процессе с сервисом решает те же самые проблемы на второй ноге нашей архитектуры и позволяет просто интегрировать все компоненты в случае необходимости. Так мы получаем сервис, всегда работающий быстрее при одинаковой реализации приложения за счет экономии в два и более раз на потерях, которых теперь просто нет. А может быть оно будет глючить, если не будет тормозить? Для этого давайте вспомним, что может пойти не так в простейшей распределенной системе, состоящей из двух машин клиента и сервера. Клиент посылает запрос, сервер его обрабатывает и присылает ответ. Что может пойти не так? Может произойти пропажа участника. Это остановка клиента или сервера, это крэш, это ребут, в который пошел сервер. Может произойти потеря входящего и исходящего сообщений. Это может произойти из-за сети, отказ сети, переполнение буфера сетевого тоже может быть причиной подобного. Это тайм-аут. Участник не отвечает в пределах указанных временных рамок. Перегрузка диска, ушел сервер-своп, для Java Stop the Work GC сработал. Шестой сценарий. Неправильный ответ. То есть участник отвечает неправильным значением. Тот, который другой участник не может понять. Самая частая причина подобного в архитектуре с мемкэшом – это неправильный формат данных в мемкэше. Произвольный отказ. Византийский. Участник производит произвольные сообщения в произвольное время. Это могут быть какие-то умышленные действия какого-нибудь злоумышленника типа DDoS-атаки. Это могут быть ретраи, которые вышли из-под контроля и какой-нибудь бизнес-логика зациклилась в ретраях и делает, делает, делает это и нагружает сервера. Более подробно про то, что с этим можно сделать, можно посмотреть в докладе. Вот тут ссылочка внизу. Я его делал как раз на эту тему. И это только 7 сценариев отказа могут быть только про двух агентов. Теперь давайте посмотрим на нашу архитектуру и попробуем прикинуть, что там может сломаться. Итак, клиент делает запрос на наш сервис, сервис делает запрос в memcash и делает какие-то изменения в базе данных. Что может сломаться? Допустим, сервис делает memcash. Может сломаться memcash? Может? Не может. Memcash не падает. Волшебные эльфы пишут memcash, правильно? Но может отказать сеть, может отказать машина. Даже если волшебные эльфы пишут memcash, то машины делают реальные люди на реальном заводе. Может ли отказать база данных? Еще более волшебные эльфы пишут базу данных. Мы все знаем. Oracle никогда не отказывает. Но сеть, машина тоже. Они могут отказать оба вместе. Естественно. В любой последовательности по закону Murphy в самый неблагоприятный, конечно. И таким образом у нас 7 сценариев отказа возможно на этой связи, 7 сценариев отказа на этой. Ну и сам stateless сервис тоже может отказать. Там-то уже волшебных эльфов нету. Это мы уже пишем его. И клиенту придется как-то иметь с этим дело. Все эти отказы связаны между собой. То есть нам нужно отдельно рассматривать все эти отказы и комбинации между ними для того, чтобы правильно запрограммировать нужную их обработку. Что, естественно, не делает код проще. А вероятность ошибиться и накосячить в таких случаях никогда не пропадает. Теперь давайте посмотрим вторую схему. Те же самые три машины организованы по варианту сервиса состояния. Здесь схема шардирования будет немного другой. Если в первом случае все три машины отвечали за множество ключей K, то во втором каждая из машин будет отвечать только за треть K, каждая из которых не пересекается друг с другом. Соответственно, коммуникация будет идти только в прикладную логику. Как-то так. Ведь кэш и база данных не требуют более сетевой коммуникации. На каждой из этих связей возможны все те же семь сценариев отказа. Но действия, которые необходимо предпринять разработчику при отказе первой трети, и остальных абсолютно одинаковые. Обработав отказ по этой первой трети, остальные будут обрабатываться точно так же. И это потому, что отказы никак не связаны друг с другом. В рамках обработки одной операции. Соответственно, код будет проще. Давайте теперь посчитаем вероятности отказа. Пусть P — это вероятность отказа машины. Что будет с доступностью данных по множеству ключей K, если откажет memcache? Ну все, в принципе, кэша нету, база легла, и мы не можем ничего делать. Что будет, если база откажет? Ну, приблизительно то же самое. А что будет, если сам сервис откажет? Ну, тоже мы получим полную недоступность по всему множеству. То есть, если любой компонент откажет, мы получим недоступность сервиса по всем ключам из множества K. То есть вероятность недоступности будет вот такой приблизительно формула. В варианте же сервиса с состоянием вероятность отказа одной машины будет равна вероятности недоступности только третьей ключей. А чтобы получить отказ по всему множеству K, должны отказать все три машины. То есть формула вероятности отказа для всех ключей будет такой. Какой из них лучше? Математики есть в зале? Давайте мы не математики, подставим цифры. По-простому. Допустим, вероятность отказа одной машины 10%. Очень большая вероятность, но для целей иллюстрации вполне достаточно. Посчитаем формулу. Ух ты! А получается, что архитектура сервиса с состоянием на порядке и надежнее. Ну никто же не ставит по одной реплике, правда? Давайте поставим вторую реплику к каждому компоненту слева. То есть теперь мы поставили слева 6 машин. Будет ли эта схема надежнее для всех, всего полного множества k? Кто думает, что левая схема надежнее? Кто думает, что правая схема надежнее? Молодцы. На самом деле правая схема будет все равно надежнее. Можно посчитать на досуге, сколько реплик нужно с левой стороны поставить, чтобы получить такую же надежность, как и справа. Но здесь даже не это главное. Доставив еще одну реплику, мы снизили вероятность отказа каждого из компонента на порядок. Но взаимосвязи никуда не делись. А главное то, что реплицировать можно и сервис состоянием. Соответственно, снизив вероятность недоступности третьей ключей тоже на порядок. А по всем ключам на три порядка. Получаем, что сервис с состоянием всегда будет надежнее при одинаковом и даже меньшем количестве машин. Ну что ж, хорошая новость состоит в том, что мы знаем, что хотим сделать и почему. Плохая, что готовых фреймворков на эту тему мы не нашли. А значит, будем велосипедить из того, что есть. Итак, с чего начнем. Мы хотим, чтобы наш сервис был высокодоступным, а это значит, что должна обеспечиваться репликация и быть определены какие-то гарантии консистентности данных между репликами. И масштабируем, чтобы в случае увеличения нагрузки мы могли на ходу добавлять мощности. Ну а поскольку сервис теперь совмещен с данными, то решардинг, то есть перераспределение данных по масштабированным нодам, тоже должен поддерживаться. Это, конечно, можно реализовать самим. Можно. Это интересная задача лет на несколько. Но быстрее взять что-то готовое и допилить. Слова репликация, консистентность и решардинг намекают на то, что мы можем найти что-то готовое в современных базах данных. Поэтому надо определиться с ней в первую очередь. Мы хотим, чтобы база данных, которую мы будем совмещать, была на языке приложения, потому что так значительно проще переиспользовать код приложения, а значит упростить демаршлинг и интеграцию с приложением. Также мы хотим, чтобы эта база данных была open source, потому что мы знаем, что мы сейчас будем велосипедики допиливать. В одноклассниках большинство бизнес-логики пишется на языке Java. И поэтому мы выбрали Cassandra как базу данных, которая обеспечивает высокую доступность, масштабированность, шаргинг, репликацию и консистентность. Выбрали базу данных, теперь нам нужно взять наш сервис и встроить эту базу данных внутрь. Как это сделать? Если посмотреть скрипты запуска Cassandra, то становится понятным, что запуском занимается вот этот класс. А значит все, что нам нужно сделать, это включить необходимые библиотеки в класс пасс нашего сервиса и вызвать Cassandra демона вот таким заклинанием. Вот здесь вот этот самый Cassandra YAML. Если кто администрировал Cassandra, то знает, что это настроечный файл Cassandra. Все. Даже в принципе нам не понадобилось трех пунктов. У нас есть нода базы данных внутри нашего сервиса. Базу данных строили. Теперь вместе с кодом нашего сервиса у нас есть данные. И теперь давайте посмотрим, как это меняет маршрутизацию клиентских запросов. Вот сверху у нас есть клиент по имени Леха. Он хочет попереписываться в чате, ключ которого попадает в определенное множество ключей. Для этого кожаный мешок Леха использует какой-нибудь фронт. Именно поэтому я обвел его в зелененький квадратик. Для сервиса без состояния фронту почти все равно, на какой именно работоспособный инстанс сервиса делать запрос. Он может сделать, например, вот на этот или вот на вот эти. Со всех этих инстансов цена обслуживания запросов будет одинаковой. Им нужно будет сделать запросы за данными по сети, на кэши и базу данных, у которых они, собственно, и есть. Для сервисов же с состоянием каждый из инстансов имеет какую-то часть данных локально. Каждый имеет свой интервал ключей, который я обозначил здесь как А, Б и С. И теперь ноде, владеющие интервалом ключей Б, незачем куда-то ходить по сети. Все данные для выполнения запросов доступны в памяти процесса, либо на локальных дисках. А у остальных нет данных нужного Лехе интервала Б, и им придется работать с ними по сети. А значит, цена обработки запроса для них сразу увеличивается на демаршинке сети. То есть для того, чтобы запрос по интервалу ключей обрабатывался эффективно, мы не должны обращаться к нелокальным данным. А сделать это мы можем только если клиенты будут вызывать сразу нужный инстанс сервис. То есть нужна маршрутизация запросов, учитывающая топологию кластера. То есть информацию о распределении данных по нодам. Мы можем реализовать такой роутинг на фронте в виде библиотеки. Тогда такая библиотека делала бы запросы по ключам сразу на нужные ноды. И эти ноды могли бы работать только с локальными данными. Распределение данных диктует база данных. Мы только что встроили Кассандру. Давайте посмотрим, как Кассандра это делает. В Кассандре каждый ряд имеет ключ, составленный из двух компонентов. Partition key, на основании которого выбирается нода. И кластеринки, которые в распределении данных по нодам не участвуют, но определяют порядок, в котором записи будут упорядочены внутри партиции. Записи с разными и partition key попадают в разные партиции и могут быть распределены на разные ноды. А записи с разными только кластеринки находятся в одной партиции и всегда будут находиться на одной ноде. Поскольку в мессенджере порядок следования сообщений в чате важен, а разных чатов между собой нет, то для нас partition key правильно будет выбрать ID чата, а в классе nk ID сообщения. С точки зрения кода в распределенные данные участвуют следующие компоненты. Partitioner на основании значения partition key вычисляет токен, все доступные значения которого принято отображать в виде кольца. Partitioner задается один раз на весь кластер и не может быть изменен впоследствии. Токен metadata, второй компонент, это глобальная структура, в которой хранится разбиение кольца на интервалы и, соответственно, интервалов ключей нодом, на которых хранится первичная реплика. И, наконец, replication strategy определяет, как организуется хранение вторичных реплик и сколько их вообще должно быть. Replication strategy можно указывать разные для разных таблиц, при желании указав разные replication strategy для разных keyspaces. Все. Этой информации достаточно для того, чтобы вот в эти три строчки составить полную карту нахождения всех данных и их реплик в нашем кластере. Endpoint map вот здесь будет содержать соответствие между максимальным токеном интервала и адресами всех реплик, попадающих в этот интервал ключей, точнее их токенов. Передав этот endpoint map на клиента, легко сделать нужную нам маршрутизацию. Стоит иметь в виду, что топология кластера меняется время от времени. Туда добавляются ноды, убираются ноды и так далее. Поэтому необходимо организовать обновление этой информации. Также стоит подумать, что делать, если клиент вызывает сервис, пользуясь устаревшей топологией, например, вскоре после ее изменений. Тут могут быть несколько вполне очевидных стратегий. Стоит подумать, какая подходит под приложение. С клиентами теперь все норм. Давайте теперь с этими данными поработаем. Итак, у нас есть вот такая таблица, и нам надо получить список сообщений. То есть выполнить вот такой запрос. Как мы бы делали это через драйвера базы данных? Ну вот пример, который я взял прямо с мануала. Что тут делается? В строчке 1 мы строим кластер и устанавливаем с ним соединение с базы данных. В строчке 2 мы отправляем какой-то запрос на базу данных, получаем result set, и в строчке 3 мы начинаем использовать полученные данные. На самом деле, естественно, все немного сложнее, потому что там есть настройки, куда соединяться с кластером, менеджмент соединений какой-то должен быть. То есть не так, что, конечно, просто. Для того же, чтобы сделать подобный запрос изнутри, есть вот такой класс и вот такой метод. Он выполнит переданный запрос с указанным consistency level и параметрами и вернет result set. Обратите внимание, он статический. Никаких соединений нет. Это потому, что сервис уже работает в контексте своего кластера базы данных. Ему некуда соединяться. Он и есть база данных. Соответственно, сообщение для getMessages получит вот приблизительно такой код. Аналогичным способом для add мы должны выполнить запрос добавления записи точно таким же способом. Как видите, все очень просто. Если покопаться в query процессоре, то можно найти и более эффективный способ получения записи из базы данных. Он не так просто выглядит, поэтому я его тут не нарисовал. Мы используем в реальности, конечно, более эффективный вариант. Но даже вот этот неэффективный вариант будет быстрее и того, что вы получите, используя любой клиентский драйвер. Ну вот мы и подобрались теперь к самому интересному. Реализации встроенного кэша сообщений. Для начала давайте посчитаем, сколько данных он будет хранить. Итак, у нас всего вот столько данных и 5% активных чатов, из которых мы хотим хранить в кэше только последние 13. Все исходные данные есть. Можем посчитать, что в память к нам попадает довольно большое количество сообщений и данных. Это без учета репликации. Нужно еще поделить на количество нод и умножить на replication factor. Из всего набора методов сервиса в кэше нам нужно реализовать только первые три, так как поиск индексирования мы как раз не хотим, чтобы были в кэше. Давайте начнем с реализации GetMessages. Пользователь Лиза открывает OCRU и выбирает чат с Лехой. То есть мы через Webfront получаем на нужный нам инстанс запрос GetMessages. Далее прикладуха спрашивает, есть ли этот чат в кэше. Нет. Выполняет запрос через QWERI процессор в базу данных, грузит данные, помещает их в кэш и возвращает клиенту. Готово. Почувствовав возмущение в силе, кожаный мешок Леха через мобильное приложение делает то же самое, удачно попадает на другую реплику, где происходит в принципе то же самое. Все хорошо. Заботясь о состоянии Лехи, Лиза предлагает ему сходить пообедать. То есть вызывает метод Ad. Сервис создает сообщение во встроенной базе данных и добавляет новое сообщение в in-process кэш. Его состояние теперь будет приблизительно таким. Все, сообщение отправлено. Леха получает пуш на телефон, запрашивает сообщение у другой реплики, прикладуха отдает данные из кэша, там ведь они уже есть. Леха остался голодным. Очевидно, мы должны как-то сообщить другим репликам, что появилось новое сообщение. Мы можем использовать информацию о топологии кластера, точно так же, как мы делаем это на клиенте, вычислить все реплики и нотифицировать их все с новым сообщением, вызвав, например, какой-нибудь спецметод Ad. И тогда мы вставим это новое сообщение в наш кэш, и все хорошо. Или нет? Кто думает, что все будет хорошо? Пессимисты собрались в зале, да? Стоит посмотреть распределенную систему в одноклассниках, где объясняется, что может пойти не так. Вкратце проблема в том, что метод Ad будет вызываться по сети. И тут нас поджидают наши знакомые семь сценариев отказа. То есть этот метод может отказать для всех либо для части реплик. И мы на самом деле не можем ждать и ретраить бесконечно, потому что вполне возможно, что реплик больше нет и будет нет очень долго. Может, крэш какой-то произошел, или сеть. Все что угодно могло произойти. Однозначно то, что при такой схеме не все нотификации будут достигать все реплики, и состояние кэшей будет устаревшим для некоторых записей. Такая несогласованность имеет свойство, естественно, накапливаться со временем. Давайте посмотрим, как эту же самую ситуацию будет отрабатывать Кассандра. При выполнении инсерта она тоже определит необходимые реплики, данные которых нужно изменить, сформирует для них требование о изменении, называется мутация в терминах Кассандра, и попытается послать это требование по сети. Поскольку у нас кэш и нода Кассандра желтой реплики это один процесс, то такая мутация не может тоже быть доставлена точно так же в силу тех же самых причин. В этом случае Кассандра сохраняет такие мутации локально и персистентно на диск. Когда связь с желтой репликой восстановится, такие пропущенные мутации будут отосланы ей при первой возможности. Это называется хинт. Обычно такие хинты сохраняются некоторое ограниченное время. Иначе место на дисках рабочих нод могло бы закончиться из-за одной единственной достаточно долго неработающей ноды. Для восстановления согласованности в таких тяжелых случаях служит reader repair. Это сравнение реплик при чтении и в результате обнаружения расхождений формируется мутация на устаревшие реплики с правильными данными. Последний метод это streaming repair. Это пакетный фоновый запрос, который обходит абсолютно все данные ноды и сравнивает все данные всех реплик. В результате так как объем передаваемых данных может быть очень большим вместо индивидуальных мутаций формируется файл ss-таблицы содержащий нужные строки который передается на устаревшую ноду целиком через отдельное соединение так называемый streaming. И эти данные могут быть замонтированы и использованы этой нодой как будто это родные данные на диске. Все эти меры хорошо работают и позволяют поддерживать консистентность реплик кассандры. Реализовывать их самим было бы долго и сложно. Мы с вами люди заняты. Поэтому мы бы хотели сделать так чтобы каким бы образом новые данные не попали на локальную реплику кассандра нотифицировала бы нашу бизнес логику которая в ответ добавила бы недостающие данные в кэш и у нас и состояние кэша было бы консистентным. То есть мы можем определить вот такой интерфейс для лиснера изменения от кассандры и реализовать его в нашей прикладухе. Естественно сам по себе он работать не будет и нам надо немного дописать кода в кассандру. Оказывается мест в которые нужно дописать всего два. Все мутации независимо от того какая подсистема их сформировала проходит вот через этот метод. Объект мутейшн здесь содержит список новых данных для различных таблиц ноды. Можно просто брать эти данные и совать в лиснера брать и совать брать и совать. Весь стриминг заканчивается вот таким он completion runnable. Взяв список таблиц достаточно просто пройтись по ним итераторам по пути засовывая данные в лиснер. Рассмотрим ту же ситуацию. Доставить мутацию невозможно но не из-за проблем на сети а потому что сервер пошел в ребут или случился краш. Состояние нашего кэша в памяти пропало. И теперь хинты нам не помогут потому что хинты содержат только новые данные. А для get messages нам нужны старые тоже. А их мы можем получить только дочитав их из базы данных. Дочитывать придется для всех чатов этой ноды что приведет к лавинообразному увеличению количества чтений из базы данных сразу после старта. А чтение будет идти с нескольких реплик одновременно то есть шанс что мы уложим весь кластер внезапные нагрузки внезапные нагрузки достаточно велик. Что же делать? Есть несколько стратегий наиболее общеприменимые это брать наш кэш делать снапшот и иметь какой-то в write-ahead log. Но у нас ведь кассандра мы писать код не любим давайте воспользуемся ей. Мы можем сделать вот такой кейспейс с использованием недокументированной стратегии репликации local strategy эта стратегия на самом деле означает просто то, что данные этого кейспейса и этих таблиц реплицировать на кластер не нужно они локальные для данной ноды создать там вот такую таблицу и потом собственно при операции помещения каких-то данных в кэш мы пишем в эту таблицу данные при eviction мы удаляем из этой таблицы данные и когда случается reboot мы проверяем пустой кэш пустой загружаем вот таким вот select получаем старые данные те, которые были в кэше в память и по хентам получаем новый готово скорость вот этой вот загрузки она зависит от конечно скорости дисков и размера кэша очень сильно мне удавалось достигать скорости до полумиллиона ключей в секунду но конечно если кэш большой то время некоторое проходит хоть это достаточно быстро все равно не хочется ждать пока загрузится с диска кэш при полном при рестарте простом рестарте ноды в результате допустим выкладки новой версии что же делать тут нам помогает разделяемая память разделяемая память не пропадает при рестарте процесса самый простой способ получить туда доступ это открыть вот такой файл в java это будет direct byte буфер например но лучше использовать уже готовую структуру доступную в one.neo на гитхабе вот в этом пакете обратите внимание на shared memory map и его потомков там есть разные потомки на всякие вкус и цвет не проблема подобрать нужный этот класс можно использовать замонтировав сермяжный tmpfs под devshm что делается обычно по дефолту в линуксе но мы также используем и huge tlbfs что позволяет сделать более крупные страницы памяти на уровне операционной системы а значит уменьшить количество тлб миссов и убыстрить работу с памятью в особо интенсивных случаях теперь данные теперь данные ниоткуда грузить не надо shared memory map только проверяет быстренько валидность кэша что очень быстро итак теперь у нас снова наша ситуация с тистартом реплики теперь старт стал быстрым и часть запросов успевает проходить до того как придут хинты и лёха получает снова устаревшую версию кэша и снова остается голодным почему так процесс посылки хинтов в кассандре асинхронный байдизайн поскольку при чтении кассандра обращается к нескольким репликам для определения согласованности данных и может отбросить устаревшие данные с рестартнутой ноды хинты в общем-то необязательны для соблюдения согласованности наше же приложение в 15 раз более нагружено и на именно на чтение чем на запись и такой вариант согласования реплик на чтение с нескольких нод будет слишком тяжелым поэтому мы делаем так мы запускаем сначала сетевые сервисы нашей встроенной базы данных ждем пока она примет хинты от остальных нод кластера и только после этого запускаем обслуживание прикладных запросов сервисом с этого момента на сервис могут поступать запросы от клиентов нода находится в согласованном состоянии вот такой процесс ожидания завершения каких-то операций на кластере очень напоминает задачу распределенной координации мы пробовали несколько разных вариантов имплементации и остановились в итоге на простейшей нода при старте периодически спрашивает у всех других нод, которые могут иметь реплики для нее есть ли для меня хинты повторяет она это до тех пор пока все реплики ответят что больше хинтов нет и продолжает старт с этим разобрались поехали дальше теперь мы можем подступиться к самому тяжелому запросу получить последние сообщения в списке чатов этот запрос до должен просмотреть списки сообщений по множеству чатов разные чаты могут быть расположены на разных нодах а значит нет одной ноды владеющей всеми данными запрашиваются данные в большинстве своем неактивных чатов как мы видим активен здесь вот на картиночке только один чат из многих значит этих данных по неактивным чатам нет в кэше и загружать их в кэш смысла нет маловероятно что они станут активными в ближайшее время данные таких старых чатов если они не в кэше скорее всего согласованы так как на старых данных скорее всего уже произошли все необходимые процедуры согласования в кассандре и хинты и репейры скорее всего отработали а если чат становится активным и его согласованность потенциально может нарушиться то он будет помещен в кэш и перестанет быть старым возможно мы сможем что-то сэкономить на согласовании данных посмотрим как бы мы реализовали этот метод в сервисе без состояния клиент вызвал бы метод в сервисе прикладная логика которого просила бы мем кэши для каждого чата из списка и базу данных для тех старых чатов которые были вытеснены из кэша в сервисе состоянием нет единого сервиса с полным набором данных а проксировать вызовы с одного инстанса на другие неэффективно наиболее эффективно иметь реализацию этого метода на всех участников и на сервисах и на фронте клиента тогда клиентская реализация используя информацию от топологии кластера разбивает список ключей чатов на несколько списков для каждого инстанса сервиса свой выбирает реплику и вызывает ее передав ей список с ее айди чатов то же самое с остальными репликами сервисы обрабатывают запросы возвращают данные каждую свою часть на клиента а клиент дождавшись ответа по всем нужным ключам объединяет результат готова можем рисовать наши чатики внутри же каждой реплики выполнение было бы таким прикладуха обращается в кэш откуда получает данные для активных чатов и в базу данных для неактивных но база данных в этом случае будет делать сетевой запрос для возможного согласования реплик данных а это дополнительная сетевая коммуникация но мы знаем что согласованность на старых чатов которые не в кэше нам не важна и скорее всего данные там согласованы поэтому мы могли бы убрать большую часть сетевой коммуникации в нашем самом тяжелом запросе запросив данные у базы данных только с локальной реплики с локальных дисков стандартном аппе кассанды такого способа нет но наш сервис не ограничен публичным аппе и мы можем сделать это вот как-то так здесь очень много всякой разной магии на самом деле все то же самое мы делаем statement передаем им параметры немного просто по-другому отличие же на самом деле вот в этом вызове он значительно быстрее так как много раз накладных расходов связанных с сетевыми активностями просто не делаются чуть покопавшись можно еще больше сэкономить тут ну тут уже совсем у нас в экран уже этот код не влезет слишком сложным ну что понаписали мы тут всякого кода давайте теперь попробуем с этим всем пожить первое с чем мы столкнемся это увеличившееся время диплоя теперь сервис совмещен с базой данных и на старте тратит время на вот эти активности если выкладка происходила плавно по одному инстанцию сервиса за раз то время выкладки растет пропорционально количеству реплика это может занимать значительное время что делать выкладывать не по одному а параллельно по зонам доступности мы например часто выкладываем сначала один первый инстанс чтобы убедиться что все как-то работает а затем параллельно все остальные в этом дата-центре в последующих dc все идут сразу в параллель так время выкладки сокращается до количества availability зон плюс один вторая проблема это более частые рестарты bd почему база данных совмещена с приложением соответственно когда мы выкладываем новую версию приложения мы рестартуем базу данных тоже интуиция говорит нам что нельзя рестартовать вообще-то базу данных можно же и сломать все что же делать а на самом деле ничего это хорошо что мы рестартуем базу данных это позволяет нам отладить отказы зон доступности в контролируемой среде плюс мы получаем бесплатное регулярное тестирование отказа все всей зоны доступности сейчас когда вы на нее смотрите когда она апдейтится они ночью когда вы спите а вот что является реальной проблемой это взаимное влияние прикладного кода и базы данных почему база данных совмещена с прикладным кодом и и очень легко можно что нибудь так накодить чтобы мы например съели весь cpu или память закончилась и таким образом мы в общем из одной баги можем уложить все реплики сервиса и приехали что же делать если делается такой код а можно и всегда на самом деле так делать мы выкладываем одну зону доступности на более долгий срок и ждем что сломается максимум что мы можем сломать это вот эту единственную зону доступности а все остальные работают обслуживают клиентов если функционал какой-то уж совсем стрёмный то тогда можно конечно рубильники должны быть когда можно отключить какой-то функционал на ходу следующее чем придется столкнуться это апгрейд на новую версию встроенной базы данных почему мы тут наиспользовали много всяких недокументированных функций правильно а эти же недокументированных функций они потому и недокументированных что они могут поменяться интуиция тут нам подсказывает что они поменяют сейчас все и мы потом что мы потом будем делать на самом деле архитектура базы данных меняется очень медленно мы этот паттерн используем уже около 9 лет и эти 9 лет наблюдений за кассандры показали что сущности остались те же они только переименовываются время от времени плюс современная база данных распределенная должна поддерживать rolling upgrades то есть когда вы на одной ноде базы данных запускаете одну версию на других другую для нас а брейд базы данных означает что мы просто сделаем просто соберем наше приложение с другой версии библиотеки вот и все выложим на один дата-центр ждем что сломается если уж совсем все переломалось мы все данные все-таки потеряли в этом дата-центре откатим восстановим эти данные из реплик которые работают на старой версии и того сервисы застоянием эффективнее и надежнее так как между компонентами теперь нет сети а значит и потерь связанных с ней теперь у нас есть гарантии консистентности в кэшах между кэшем и базой данных а их часто забывают про построение систем с выносным кэшом это относительно просто реализуется все самое сложное уже реализовано в кассандре и в аннио этот паттерн мы давно и широко используем во множестве сервисов есть и высоко наруженные сервисы на миллионы запросов в секунду есть и хранящие большие объемы данных есть со сложной логикой обработки и выборки очень много лента обсуждения посты и нотификации даже наше облако оно все построено по этому паттерну если вы хотите узнать больше то можно посмотреть распределенные системы в одноклассниках доступно в записи новый граф одноклассников уже был и тоже доступен только в записи но это будет новый про граф построенный по этому же самому паттерну восстание машин будет завтра в 10 это не про этот паттерн но тоже интересно все это все что я хотел вам сегодня рассказать спасибо 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 огромный олег во-первых ты прекрасно справился с технической трудности которая возникла спасибо тебе большое от комитета вот тебе грамота вдруг ты собираешь и полезная штука которая пригодится друзья я думаю что вопрос 3 мы успеем задать смотрите что то еще следующее будет происходить в 18.30 поэтому у нас полно времени давайте позадавим вопросы а ты выбираешь лучше здравствуйте спасибо за доклад а как такой архитектуре сделать редактирование сообщения либо его удаление нет проблем с кассандрой и записи там есть проблема с если мы говорим о кассандре да и наверное подразумевается паттерн read-modify-write то есть мы прочитали что-то на клиенте помодифицировали и записали с такой архитектурой как раз read-modify-write не нужен потому что все изменения происходят локально прямо это бизнес логика которая меняет она локально находится в сервисе мы натурально если нам нужно атомарно это сделать можем сделать лог локальный read-write-лог сделать все необходимые изменения записать спасибо отлично слева следующий вопрос спасибо за доклад интересная концепция есть много вопросов ну задам хотя бы один смотрите мы изначально уходили от сетевой коммуникации чтобы сократить маршалинг чтобы сократить влияние там сетевых драйверов и так далее но дальше у нас встает вопрос репликации у нас есть два основных механизма это stream repair но насколько я помню он сам по себе медленно не торопливо и мы предпочитаем read repair который быстрый но read repair требует чтения с нескольких реплик в том числе по сети вот получается что мы таким образом возвращаемся к тем же самым сценариям отказа мы возвращаемся к тем же самым коммуникациям и ключевой вопрос а неужели действительно это настолько эффективнее чтобы разрабатывать целиком свой фреймворк и мы все равно получаем экономию там cpu и о и прочее ну то есть неужели есть эффект ну просто не стандартный все таки подход до современном мире на ваш вопрос ответ да хорошо пойдем к следующему следующий вопрос напомните кто мне кивал спасибо за доклад хотел спросить вы сказали что вы рассматривали фреймворк и не нашли похоже как я вижу по вашей проблеме вам бы очень хорошо подошла актерная модель и сейчас как бы акка актеры которая реализована для java как бы то что он бы подошло но позволяет вам иметь встроенный кэш уже из коробки она позволяет вам масштабировать чтение она вам позволяет делать резилинс вашего application то есть соответственно если одна нода умирает этот актер просто смигрирует на следующий ноду и все будет работать и риды репер стриме крипера тоже делает что риды репер стриме крипер хинтование она тоже делает не знаю нужно смотреть наверно нет потому что она делает скорее всего это через кассандру она она в памяти держится стоит последний стоит и если она упадет вот она считается кассандра либо снапшот как вы реализовали реализовали у себя снапшот свой точно так же она считает снапшот и накатить поверху ивенты вы строили какую-нибудь реальную систему таким образом она у вас работает ну я сейчас и строю построить и расскажите может быть есть о чем поговорить после да и отдельно ребят ввожу правило один вопрос в одни руки дайте микрофон здрасте если я правильно понял то вы храните один чат в одной базе данных скажите пожалуйста зачем вы это делаете в двух базах данных или в нескольких скажите зачем почему в двух которых если приходит ответ от участника вам нужно реплицировать это реплики это не две базы данных это реплики то есть это ноды одной и той же базы данных база данных называется кассандра она это распределенная база данных она состоит из многих нод до каждые данные хранятся несколько раз на в кластере то есть мы там вот когда картинки желтенькая и синенькая это были реплики то есть это две разных ноды удаленные по сети но они реплицируются то есть это этот чат это первичная и вторичная реплика в данном случае окей спасибо вопрос вот около камеры да здравствуйте вопрос такой когда мы на инстанс выкладываем новую версию библиотеки с новой базы данных на другом инстансе у нас база данных еще с предыдущей версии как происходит взаимодействие хентов в таком случае это проблема на стороне разработчиков базы данных потому что если они хотят чтобы их пользователи использовали новую базу новую версию базы данных они обязаны должны точнее не обязаны они должны соблюсти совместимость между этими сервисами иначе пользовать их пользователи не смогут обновиться никаким образом то есть соответственно натурально есть баги ну бывает так что они хотели но не получилось это уже как раз и выясняется на этапе пробной тестирования выкатки до этого всего дела а так в принципе с точки зрения выкатки новых версий она ничем не отличается от выкатки новых версий на в обычной ситуации когда это ну когда это база данных она эксклюзивные пользователи машины нет никаких разниц олег повернись налево там вопрос еще скажите у вас получается кассандра она должна умно реплицировать то есть она не данные должна с одной ноды реплицировать а другие данные с другой потому что то есть вы еще управляете репликацией нет мы не управляем это это делает кассандра сама по себе то есть я я конечно рассказал не все просто не могу в сорок минут там выставить векцию про кассандру девушка у вас с мальчиком да общались ниже один чат должны между собой реплицировать а другой чат она должна с другой ноды реплицировать это это вот как раз класс это зашить токологии класс не зашита это это то чем занимается кассандра эти топологии posterior то есть она это определяет да там есть там есть аппликация этим она занимается распределением и репликации данных над ласт成 Ender moon а потому что это очень сложно почему на самом деле сделает так чтобы это не глючила не тормозила да то есть куда от реплицировал там и будет зимande было все что мы сделали мы написали вот этот лестнир интерфейс, мы получим нотификацию, что о, новые данные пришли. Мы должны знать, куда она отреплицировала и после этого роутить этого клиента на эту ноду. Да, да. Вот был код, который составлял вот эту карту репликации. Могу его показать, но… Понимание случилось. Следующий вопрос справа около колонны. Человек справа около колонны без рукавки. Подними руку, чтобы тебя было видно. У меня вопрос. Может ли эта концепция архитектурная ложится на предразмещение сервисов в контейнерах? На что? При размещении их в докер-контейнерах. При размещении самих сервисов в докер-контейнерах. Да, у нас куча вот именно таких микросервисов работают в контейнерах в нашем облаке. А как вы решаете проблему shared memory? У нас есть поддержка shared memory в облаке. Это одна из причин, почему мы делали свои облака. А, то есть у вас контейнер shared memory. Отлично. Для контейнера это просто выглядит как volume, который пробрасывается внутрь контейнера. Ага, вот это интересно. Первый ряд вот здесь. Здравствуйте, Алексей. Судя по вашему докладу, вы не стали использовать штатный механизм кэширования кассандры, сделали свой специализированный, не совсем понятно зачем, но я не совсем понял, не было точно объяснено. Вы в этом кэше тоже хранили данные именно шардированные по рингу кассандры, то есть распределение ключей было точно такое же, как у ринга кассандры, и вы просто утащили алгоритм ринга прямо в мобильный клиент. Алгоритм чего? Алгоритм поиска нужных нот в ринге вы прямо в мобильный клиент утянули. Нет, не так все чудеса-то. Мобильные клиенты ходят на API-фронты. И вот в API-фронтах есть вот эта вот логика. Есть роутер. То есть у вас промежуточный роутер. Ну да, мы внутрь инфраструктуры все-таки из интернета не очень хорошо выпускать, поэтому есть API-фронты, и они уже делают. В этом же направлении еще один вопрос сверху. Олег, большое спасибо за доклад. Очень интересное решение. Как бы вы нарушая запреты использовали инструменты, да, и построили реально элегантное техническое решение. Мой вопрос риторический. А как же Oracle? У нас не было Oracle исторически. У нас был Microsoft SQL сервер. И я вам скажу, очень дорого. Спасибо. Друзья, последний вопрос. Вот здесь, с первого ряда. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вот по поводу Кассандры. Ближе к себе. Скажем так, я поработал уже с Кассандрой и знаю немножко внутренности. Вопрос такой. Вы апдейтите записи, удаляете что-то. А как вы боретесь над гробиями? С могилками. С могилками, да. Это не очень под доклад. Давай в дискуссионной зоне я подробно объясню, просто это не под доклад. Раз такое делаю, еще один вопрос. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос, скорее больше любопытства. А вот вы говорите, что когда приходит нотификация по нотификации на какую-то нуду, вы сразу же добавляете запись в кэш. Да. А это обязательно делать или можно просто допустить? Это же кэш, он не обязательно должен хранить. Он на самом деле не совсем кэш. Я назвал его кэшом для простоты. На самом деле это резидентная in-memory база данных. Тоже хранилище, так скажем. И мы это делаем, потому что нам нужно иметь консистентную копию. То есть если сообщение куда-то приходит, то оно потом прочитается сто пудов, потому что я тебя посылаю, ты прочитаешь это сообщение. Мне нужно, чтобы это сообщение уже было в кэше в этот момент. А, то есть мы не делаем так, что мы хочешь прочитать сообщение, лезем в кэш, там его не находим и поэтому лезем в базу. Нет, мы там не делаем. Именно это одно из причин, почему мы делаем кэш, ну то есть резидентную в памяти хранилище с application интерфейсом, то есть с операциями, которые именно на прикладу хуже ориентированы. Спасибо. О, какой вопрос был лучшим? А вот, кстати, самый, наверное, интересный. Выходи к нам. Расскажи, как тебя звать в микрофон по-прежнему. Еще раз. Где работаешь, почему для тебя это было важно? Да. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я работаю в компании Brightbox. Ну, я пишу не на Java, я пишу на C Sharp, но у нас тоже архитектура, такое высоконагруженное приложение для сбора телеметрии. И мы используем Redis в качестве кэша, но мы его используем как скорее именно как кэш. то есть если мы лезем туда, если там пусто, мы лезем в базу данных. Поэтому я решил уточнить, что в данном докладе значит слово кэш. Читай книжки. Спасибо огромное. Спасибо огромное всем, кто с нами сейчас.